Отдел 2. Теократия прямая и делегированная. Идея теократии. Переход от римской императорской идеи к византийской государственности сопровождался привнесением идеи теократической государственной верховной власти. Идея теократии не чужда теории государственной науки, но рассматривается ею независимо от религиозных соображений, которые, однако, единственно осмысливают ее. Теократия, о которой говорит теория государственного права, означает для него лишь государственное владычество жрецов или духовенства. В этом смысле теократия не может быть, конечно, признана какой-либо особой формой правления, а должна быть причислена к своеобразному проявлению аристократического начала. Но теократическая идея получает реальный смысл, если рассматривается на почве веры в действительно существующего Бога. В этом случае она выражает непосредственно правление Бога человеческим обществом, именно Бога, а не какого-либо сословия жрецов, духовенства или священства. При таком условии у народа, трог говоря, нет государства. Но идея богоправления может войти в государственность, если явится в форме какой-либо делегации божественной верховной власти. Вечным образчиком теократии в обеих этих формах является израильский народ, как в его родовой период жизни, так и в государственной. В государственный период теократия явилась властью делегированной царям. И в этом смысле идея связи государства с Богом передалась затем христианству, а с ним – Риму и всем государствам христианского периода. История израильской теократии таким образом столь тесно связана с христианской государственностью, что на этом предмете должно остановиться подробнее. В протестанстве очень распространена мысль, будто бы в Библии царская власть не одобряется и составляет, по выражению Библии, грех перед Богом. У историка вообще точного и беспристрастного, как шлоссер, прямо говорится, будто бы учреждение царства резко противоречило законодательству Моисея, по которому главой государства признавался один только Бог. Трудно понять, как повторяют подобные вещи люди, читавшие Библию. В законодательстве Моисея совершенно ясно и точно предусматривается будущее возгновения царской власти, и указываются заранее условия, при которых она может быть законной. Неверно и то, будто бы Бог признавался во времена Моисея главою государства. Никакого государства тогда по закону Моисееву не было учреждено, а была лишь организована нация на родовых началах и с общим богопочитанием. «Господь признавался владыкой Израиля в нравственном смысле, как союза духовного, то есть как церкви, хотя выражение «царь» и употребляется в применении к Господу, но в смысле теократии, а не государственности». В силу такого верховного царствования Господа над Израилем, конкретным делегатам его, когда настало время государственности, должны были все-таки явиться какие-нибудь личности или учреждения. Власть Господа проявлялась и в быту Израиля, и в священстве, и в пророчестве, и в государственности, повсюду имея свое конкретное человеческое выражение. В Библии мы находим все последовательное отношение Бога к устроению различных сторон личной и общественной жизни человеческой, согласно законам божественным. В конце этого устроения на своем месте является и государственность, но не раньше, чем для нее готова почва социальная. Взглянем же на эту общую картину устроения. Подготовка социального строя. Избранному народу сначала было дано основание закона нравственного, состоящее в вере в Бога. Вера приводит к подчинению, завет Авраама и символ обрезания. Затем, через Моисея, в десяти заповедях даны основы социального строя, и в законодательстве Моисея дополнены общественные уставы и оформлена ветхозаветная церковь. Через несколько сот лет, через Самуила, Богом же была установлена и царская власть. Цель такой последовательности устроения очень ясна. Строго говоря, для земного существования человека достаточно было бы и одного закона нравственного, предполагая, безусловно, его усвоение и соблюдение человеком. Но последнее условие неисполнимо. Человек – существо, склонное ко греху, жестоковыйное. И вот по этой его жестоковыйности становятся необходимы рамки социального строя для облегчения человеку возможности жизни, согласной с нравственным законом, то есть богоугодной. Эти рамки социального строя, налагая на человека принуждение, однако поддерживаются его же волею и усилиями. Следовательно, принуждение создается свободой человека, почему заключает в себе элемент добровольности и нравственной заслуги. Закон социальный вводится рядом с учреждением церкви, которое с ним не смешивается, а только служит для связи человека Богом, поддерживающей в людях решимость соблюдать наложенное имя на себя социальное принуждение. Таков строй, узаконенный Моисеем. Достаточно ли он? Если человек при должной святости мог бы жить даже одним нравственным законом, то тем более, казалось бы, он мог бы жить при поддержке социальным строем и церковью под непосредственным водительством Божиим. Это и есть настоящий идеал общественной жизни, возвещенный особенно Самуилом. Высота и истина этого идеала несомненны. Действительно, люди, достойные Бога, должны без принуждения власти уметь жить так, как угодно Богу, и когда они этого достигают, то находятся под непосредственным управлением Бога, не нуждаясь в принудительной власти. Но по своей жестоковыности в грехе, в порывах страсти и эгоизма люди даже и к этому не способны. Для нравственной выработки людям прежде всего необходимо понять эту страшную степень своей нравственной бедности, ибо иначе мы не способны отрешиться от горделивого воображения своей высоты. И вот, собственно, для этого был Израилю дан момент непосредственно теократии. Исход опыта этого идеального состояния известен. В истории судей Израиль, а в лице его и все человечество, показал сам себе, что не способен держаться на такой высоте и нуждается в новых подпорках принуждения. Господь это знал без всяких опытов, но опыт был допущен для того, чтобы люди поняли себя и своей охотой, своим убеждением, сами наложили на себя новое принуждение. Это в нравственном отношении есть торжество самопонимания, то есть высшей мудрости, и торжество свободы, ибо нет выше проявления свободы, как то, когда человек сам себя связывает во имя идеала. Моисей, исполняя волю Божию, устраивал Израиль в том порядке, какой по мудрости Божией был предписан для этого нравственного воспитания человека. Но Моисей, не учреждая царство, предвидел его и заранее указал Израилю, «Когда придешь ты в землю, которую Господь Бог твой даст тебе, и скажешь себе, поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собою царя, которого изберет Господь твой». Эта оговорка, подобно прочим народам, очень характеристична в социально-педагогическом отношении. Богоизбранный народ должен убедиться и сам сказать себе, что он не выше прочих народов. Это не раз напоминал Израилю и сам Моисей, повторяя, что Господь избрал Израиль вовсе не потому, чтобы он был лучше прочих народов, и даже землю ханаанскую дает им, израильтянам, не за то, что они сами хороши, а потому, что народы ханаанские требуют наказания. Итак, Израиль должен был убедиться, что он не способен жить добропорядочно, без нового строя принуждения. Моисей именно заранее указал два условия воикновения царской власти. Нужно для этого, во-первых, чтобы сам народ сознал ее необходимость. Нужно, во-вторых, чтобы не народ избрал царя над собою, но предоставил это Господу. Сверх того, Моисей указывает еще руководство и для самого царя. Когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего, Моисеева, с книги, находящейся у священников левитов. И пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научился бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего. Итак, утверждение царства было указано Моисеем к тому времени, когда Израиль будет готов к государственности. Потребность эта наступила через 400 лет. Народное требование власти Зрелище моментов возникновения царской власти в Израиле поучительно на вечные времена, как все строение Божие в Библии. Все эти как бы опыты социально-политического творчества были нужны не для всеведущего, а для нас, чтобы мы узнали свою природу, свои силы и сообразно с этим могли понимать разумные условия своей жизни. Моисей сам говорил это Израилю, «Знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Второзаконие, 8 глава, 5 стих. Опыт эпохи судей показал народу, что он под непосредственным водительством Бога жить не способен. Бедность чувства веры, недейственность ее, приводили к тому, что без государственной власти начиналось разложение нравственно-социального строя. Священное повествование о многогрешном и возмудительном деле, чуть не кончившемся истреблением Вениаминова колена, неоднократно прибавляет как бы в пояснение. «И в тые дни небяше царя во Израиле, муж ежеугодно пред очима его творяше». Книга судей, 17 глава, 6 стих. 18 глава, 1 стих. 19 глава, 1 стих. 19 глава, 25 стих. А между тем, по совести говоря, наверное, ни в одном из существующих народов, и уж менее всего в современной России, не проявилась бы той способности народа самостоятельно стоять за правду, какая все-таки оказалась тогда в Израиле. Можно ручаться, что гнусное преступление, для наказания которого объединился весь Израиль и вышел на междоусобную войну, у нас прошло бы почти незамеченным, и уж во всяком случае не нашлось бы за него сотен тысяч мстителей. Но Израиль сознавал, что и он нравственно бессилен. Конечно, эта неспособность жить самостоятельно по правде была все-таки великим грехом, как сказал Самуил, выразитель чистого идеала. Но с точки зрения идеала святости, человеку не нужны вообще никакие внешние подпорки. Народ же израильский, хотя и не имел достаточно святости, но по крайней мере сознал это. Желая же непременно жить по правде, почувствовал решимость подчинить себя новым ограничениям своего произвола. Беззаконие действительно давало себя тогда чувствовать повсюду. Самая первосвященническая власть начинала искажаться и принимать неподобающий ей характер присвоения мирской власти. От этого и общественная, и терковная власть деморализовывались. Известно повествование Библии о сынах первосвященника Илья. Они были священники, но люди негодные, не знали Господа и долга священников к народу. Первая книга Царств, глава 2, стихи 12-13. Своим хищничеством они отвращали людей от жертвоприношения, распутничали с богомолками, а отец не находил в себе силы унять их. Жизнь стала греховной настолько, что руководство Божие как бы покинуло временно Израиль. Слово Божие было редко в те дни, видения были нечасты. Первая книга Царств, глава 3, стих 1. Когда, наконец, Господь воздвиг еще раз великого пророка Самуила, то первое же Слово Божие, раздавшееся, наконец, в храме после долгого молчания, возвестило лишь наказание за грехи Израиля. Это наказание исполнилось над виновными, и виновным оказался весь народ, потому что даже самый кивот Божий был от него предан язычникам. Затем наступила эпоха Самуила, эпоха непосредственного водительства Божия. Но что же оказалось в конце? При сыновьях Самуила, даже при жизни отца, начинается то же самое беззаконие. Сыновья Его не ходили путями Его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно. Там же глава 8, стих 3. И вот в народе назревает самостоятельное требование государственности, за несколько веков предвиденное Моисеем. Царь как божественная делегация. Израильтяне сказали Самуилу, поставь нам царя, чтобы он судил нас, как и у прочих народов. Эти слова не понравились Самуилу, но Господь сказал ему, послушай голоса народа, но только сначала представь им права царя. Пророк так и сделал, объяснив самым красноречивым образом народу всю тяжесть государственности. Однако народ настолько чувствовал себя неспособным обходиться без государственности, что не согласился послушаться голоса Самуила и сказал, нет, пусть царь будет над нами. И что же, Господь оправдал не пророка, а народ, и сказал, послушай голоса их и поставь им царя. Там же глава 8, стихист 6 по 22. Итак, дело уясняется, в идеале наше состояние тем выше, чем более мы живем под непосредственной властью Божией. Все наши подпорки, свои немощи, суть результат греховности. В этом смысле учреждение государственности есть великий грех, все равно какой бы формы власть мы не созидали. Но лучше сознание греха и искание опоры, нежели неосновательное самомнение. И в этом смысле требование государственности составило заслугу Израиля и было оправдано. Переход от судей к царю был переход от нравственной власти к государственной, принудительной. Судьи были не демократической и не аристократической властью, а властью нравственной, вне государственной. Судей возлегал Господь, а не избирал никто. Самуил был даже не из колена Левина, и его мать, молясь при посвящении его, говорила, «Господь унижает и возвышает, избрение возвышает он нищего, посаждая его с вельможей». Требуя царя, Израиль требовал государственности, и Господь велел пророку поставить им царя. Итак, царь был поставлен не народным избранием, а Богом. Помазывая Саула, Самуил сказал, «Господь помазывает тебя, правители наследия своего во Израиле, и ты будешь царствовать над народом Господним, и спасешь их от руки врагов их, и найдет на тебя дух Господень». Затем, представляя нового царя народу, Самуил объявил, что хотя народ и совершил грех, отвергшись от непосредственного водительства Божия, но Господь допускает эту их немощь под таким условием. «Если будете и вы, и царь ваш ходить во след Господа Бога вашего, то рука Господня не будет против вас. Если же будете делать злое, то и вы, и царь ваш погибнете». Глава 12, стихи с 14 по 25. Самому царю при этом ставят собообязанность исполнения воли Божией. За нарушение этого и был осужден потом Саул. Причем Самуил сказал, «Теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет в себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего». Глава 18, стихи с 14. Однако царь, даже осужденный Богом, объявляется неприкосновенным для людей. «Не прикасайтесь о помазанном Моим». Царство стало быть, является по желанию народа, сознающего свою неспособность находиться под непосредственным водительством Бога, а потому просящим у Бога конкретного представителя власти. Причем народ не выходит из власти Божией и даже не избирает сам себе царя, а принимает назначенного Богом. Это Богом делегированная власть им же освящается и получает обязанность исполнять не свою волю, а Божию. Поданные же получают обязанность повиноваться царю. По правам царя, изложенным народу Самуилом, царь имеет власть над личностью подданных и над их имуществом, и ограничение власти царя состоит только в том, что он обязан повиноваться Богу. Эта обязанность царя составляет условия для подчинения ему подданных. Так возникла израильская монархия. Не входя в подробности, должно напомнить, что она не упразднила социального строя Израиля. По-прежнему Израиль разделялся на свои колена, имел своих князей, начальников поколений, и мы их постоянно видим служебными силами царя, иногда столь сильными, как сыновья Саруи, которых боялся задеть сам царь Давид. Но для темы настоящей книги вопрос состоит не в управительной системе царства Израильского, а в обрисовке общей последовательности развития богоучрежденного строя, бросающего свет и вообще на законы жизни обществ вполне завершенных. В основе видим закон нравственный, состоящий в вере и подчинении Богу. Затем идет организация социальная и церковная, но не сливающаяся, а лишь сосуществующая. А наконец идет организация государственная, основанная на божественной делегации и точно так же отдельная от церкви. При этом учреждение царской власти как божественной делегации дается только тогда, когда народ самостоятельно и сознательно приходит к непременному желанию такой власти. И вполне представляя себе всю тягость возлагаемого им на себя бремени подчинения, все-таки говорит, избери нам царя, мы не в состоянии обойтись без него. Все эти черты остаются постоянными условиями для идеального типа монархии. С этими общими уроками теократического Израиля мы теперь можем возвратиться к многострадальному Риму, который тщетно искал опор теократической идеи для своего разлагающегося абсолютизма. В общем комплексе условий Римской империи, первого взгляда, нелегко было найти эти опоры верховности императора. Однако в действительности они были до некоторой степени отысканы.